То, что внизу, аналогично тому, что вверху. И то, что вверху, аналогично тому, что внизу, чтобы осуществить чудеса единого мира. И подобно тому, как все вещи произошли от единого, так все вещи родились от этой единой сущности через принятие. И солнце ее отец, и луна ее мать. И ветер носил ее в своем чреве, а земля ее кормилица. Вещь эта – отец всякого совершенства во всей вселенной. Сила ее остается цельной, когда она превращается в землю. Ты отделишь землю от огня, тонкая от грубого, осторожно и с большим искусством. Эта вещь восходит от земли к небу и снова нисходит на землю, воспринимая силу как высших, так и низших областей мира. Таким образом ты приобретешь славу всего мира. Поэтому от тебя отойдет всякая темнота. Эта вещь – сила всяческой силы. Ибо она победит всякую самую тонкую вещь и проникнет внутрь самой твердой вещи. Так был сотворен мир. И так говорю я, Гермес Тесмегист. Гермес – Треждевеличайший, так как я обладаю познанием трех частей вселенской философии. Большой всем привет! Надеюсь, вам понравилось вступление, потому что сегодня пойдет речь об игре с самой, наверное, для меня интересной темой. Это алхимия, это превращение материальных вещей в духовное, духовно-материальное и так далее. Древняя алхимия. Пусть западная, да. Да, мне, конечно, более близка и более знакома восточная алхимия, которая называется даже по-другому. Но и западная тоже представляет определенный интерес. И у нас сегодня на столе Трансмегистус Ультимейт Формула. Тем, кто не знаком с темой, даже произнести сложно, наверное, это название. Но те, кто немножко знают, кто такой Гермес Тесмегист, такое название только добавляет привлекательности. Эту игру я приметил совершенно случайно, листая ленту Инстаграма несколько месяцев назад. Ну, не месяцев, но довольно давно, до того, как она появилась на сцене еще. И я увидел в Инстаграме странные картинки. И вот есть такой класс настольных игр, которых ты влюбляешься заочно, просто увидев обрывок, так скажем, увидев просто один скрин какой-то. И вот здесь вроде бы ничего такого, ну, не блещет, честно говоря, игра графически. Но мне хватило пары кадров в Инстаграме, чтобы заинтересоваться, что это за игра, полистать и сразу же ее захотеть в свою коллекцию. Я фоном под этот рассказ пущу распаковку, чтобы было что смотреть. А пока расскажу немножко подробнее об этой игре, потому что я ее захотел и влюбился с первого взгляда не потому, что это хорошая игра, я пока не знаю, что это за игра с точки зрения игровых механик, с точки зрения игрового дизайна. Да, я посмотрел, как она играется, как она устроена, это тоже меня очаровало, но об этом чуть позже. Пока расскажу об этой любви с первого взгляда с точки зрения тематики, потому что, конечно, меня захватила тематика. Да, и еще. У меня тут недавно на канале был конкурс. Угадайте две игры, которые я привез с Эссена, вернее, которые я заказал на Эссене. Ну, ребята, было стыдно не угадать. Да, приз был всего 8 евро, но символически два месяца на бортгейм-арене поиграли бы во все игры. Ну, блин, да, надо было, может быть, больше. Назначить приз тогда больше было участников, но даже из тех 20 участников, которые приняли участие в конкурсе, никто не догадался о второй игре. Да, почти все угадали первую, он Марс. Но почему никто не догадался, что вторая игра это Трансмегистус? Это же, ну, очевидно же было. Вообще не один. Вот посмотрите на комментарии, я даже это вставлю. Все комментарии к конкурсному видео ни один человек не представил даже в одном варианте, что это может быть Трансмегистус. Хотя, ну, как бы, я не скрывал своего интереса к этой теме. Те, кто смотрели Алхимики в моем исполнении, знают, что это была одна из первых моих игр, что это из самых любимых моих тем. Ну, в общем, казалось, что очевидно, но оказалось, что не так. Ну, зато молодцы, все отгадали вторую игру, это Он Марс. В общем, победителя в конкурсе не оказалось, никто даже не предположил этой игры. Поэтому сейчас я немножко о ней расскажу поподробнее. Еще раз повторяю, что мне пока, я пока не оцениваю ее как игру, просто это очень интересная для меня тема. Кто такой Гермес Тресмегист? С одной стороны, это божество, с другой стороны, это полумифический, полуреальный, исторический персонаж. Современник Моисея. Он чуть-чуть помоложе Моисея, но жил, если он жил, примерно в то же время. И чтобы как-то понятно объяснить, кто это такой, это нужно целый трактат, на который я пока и не готов, да и думаю, что большинству это не особо будет интересно. Так или иначе, для средневековых алхимиков Гермес Тресмегист стал своего рода богом-покровителем их деятельности. Там намешано всего и халдейское, и египетское, и мистика, и древнегреческое, и иудейское, все в куче. Сам Гермес как бы был то ли воплощением вот этого духа древнеегипетского, который стал божеством-покровителем всех алхимиков, а самая историческая личность Гермес Тресмегист ему приписываются все основные трактаты по древней алхимии, в которой люди пытались найти философский камень, но все думают, что философский камень это просто какая-то штуковина, которая превращает все в золото. Нет, философский камень с точки зрения алхимиков это нечто, что объединяет весь мир. Вот то, что вы слушали в самом начале, это изумрудная скрижаль. Это своего рода афоризм Гермеса Тресмегиста, который он оставил на пластине изумруда в одном из египетских храмов. Эту скрижаль в свое время нашел Александр Македонский и пытались по ней понять, потому что в ней Гермес зашифровал в общем-то все, что он понял об этом мире. И если человек занимается алхимией, занимается вот этой наукой и философией, философией, которую он основал, то вот этих нескольких фраз изумрудной скрижали достаточно для того, чтобы понять все, что он хотел передать. Так вот, эта изумрудная скрижаль это основа вот этой философии Гермеса Тресмегиста. На основе этой скрижали и нескольких его работ, может быть, его, может быть, приписываемых ему, тут тоже историки очень спорят сильно, потому что в средние века были исследователи, которые говорили, что большинство работ Гермеса Тресмегиста это подделка уже средневековых алхимиков, которые просто приписывали ему свои работы. Но это как обычно, то есть в средние века такое случалось. Так вот, но вот эта скрижаль изначальная, изумрудная, она как бы считается работой самого Гермеса Тресмегиста. Так вот, этот товарищ пытался найти философский камень, который бы объяснил вот все мироздание в своем едином виде, потому что алхимия это не способ разбогатеть, а способ понять мир, познать мир. Ну а соответственно богатство, успех и так далее это все следствие этого понимания. Поэтому если тут углубляется, то можно в общем-то рассказывать долго и много. Если вам интересно немножко, просто введите в поисковике Гермеса Тресмегист, Изумрудная Скрижаль и вот посмотрите насколько это все забавно и интересно. А мы вернемся к настольным играм. Разумеется, авторы этой игры, а это довольно именитые товарищи, вернее один именитый, а один видимо автор игры. Я так подозреваю, это чисто мои домысли, не принимайте это всерьез. Я думаю, что здесь один из авторов новичок, то есть это первая его разработка разработанная игра, а второй довольно именитый Даниэль Тачини. Я думаю, что многие любители настольных игр знают это имя и знают его хиты типа Цолкина, вылетел из головы, но что-то еще очень хорошее и крутое я сделал. При редактировании я может быть даже вставлю название этих крутых игр. Плюс соло режим здесь разработал Давид Тульцы, который делал соло режим и для анахронности. Кстати, мне эта игра чем-то напоминает чисто по предварительному знакомству, чем-то напомнила анахронность. Может быть более сухая по механикам, но так или иначе об этом будем говорить, когда будем говорить о самой игре. так вот, я предполагаю, что игру разработал Федерико Перло Ренци, боюсь, что я неправильно произношу фамилию. Возможно, что он увлекается этой темой, ему захотелось сделать игру на эту тему, а уже Даниэл Тачини довел механики до нормального продажного, так скажем, уровня. Но это еще раз говорю домысленно. Так вот, тема настолько интересная, что она проникла практически во всю игру. Да, здесь, если вы не знаете ничего об алхимии, то вам будет немножко непонятно, что здесь и как, и почему. Почему кубики имеют такие странные значки, но для тех, кто немножко знаком с алхимией, тут все понятно, это знаки и элементов, и планет одновременно. Точно так же основная цель игры, когда вы создаете прямо на столе философский камень из вот этих квадратных плиточек. Это тоже тематично, но в механике может быть не совсем понятно, почему именно цель сделать вот такой камень своего рода. Так или иначе, несмотря на то, что чисто по механикам это сухое при сухое евро, если немножко углубиться в тему, то тема в игре очень даже хорошо прослеживается. И это стало основным мотивом покупки, потому что для меня важно наличие темы в настольной игре. Более того, алхимия это такая тема, что я одно время хотел даже заняться коллекционированием всех настольных игр по теме алхимия. Но потом передумал, потому что пришлось брать в коллекцию много весьма средних и неинтересных игр. Ну, если ты собираешь коллекцию в какой-то теме, то нужно иметь все, а мне не хотелось там некоторые... Но это такое дело. Может быть, если у меня еще появится свободная лишняя полка, то, может, я вернусь к этой мысли и соберу все настольные игры по теме алхимии. так или иначе, будем разбираться сейчас с этой игрой. Посмотрим, что она из себя представляет с точки зрения настольной игры, а не только с точки зрения темы. Тема здесь очень классная, очень интересная и мне нравится, как авторы ее засунули в настольную игру. Из-за того, что мне очень нравится тема, то у меня ожидания к игре немножко завышены, и это плохо, это может быть чревато разочарованиям, но это тоже ничего страшного. Так или иначе, я закончу сейчас распаковку и перейду уже к изучению и следующие видео, не знаю, когда, но они обязательно будут. Я в них расскажу про саму игру, как она играется и, может быть, мы даже сделаем летсплей, потому что здесь есть соло-режим. Сейчас я даже вам покажу его. Давайте немножко вернемся на стол. чтобы чуть-чуть добавить к тому, что я рассказал виртуально. Чтобы все-таки распаковка была полноценной, в нормальной распаковке положено не просто все распаковать и показать, а еще и рассказать как компоненты. Компоненты вроде нормального качества, все плотное, все хорошее. Оформление, да, оно очень на любителя. Оно скромное. Будем честны, оформление слабенькое. все как бы функционально, надеюсь, это еще посмотрю. Я уже немножко знаю, как она играется. Я смотрел летсплей, смотрел правила, поэтому знаю, что более-менее все функционально, хотя большинство иконографики немножко не очевидны, потому что они, она привязана к теме, а люди, большинство людей не в курсе разных элементах алхимических, поэтому для них это некоторый напряг в начале. Но потом все привыкается и все играется довольно хорошо. То есть компоненты неплохие, оформление на любителя, все остальное как бы претензий нет. Карты подлем, качественные, оформление опять же своеобразное, тоже тематическое, то есть тут на картах в основном разные алхимические рукописи из разных источников. Ну и на элементах просто одно и то же изображение. То есть огонь, эфир, земля и так далее. То есть основные алхимические элементы. Компоненты остальные это в основном дерево и пластик. То есть кубики пластиковые, вот эти фишки для составления философского камня, они деревянные. Хоть они и кажутся пластиковыми, на самом деле это дерево просто хорошо покрашенное и лакированное. Ну и фишки тоже деревянные. А, еще один момент перед тем как закончить видео предварительного знакомства с игрой Трасмегистус я скажу что еще меня очаровало в ней так что я взял ее совершенно практически без сомнений. Дело в том что здесь есть Автома авторство Дэвида Турчи и Автома это не просто Автома это котик. Мы будем тут играть против котика. как тут устоять Автома это своего рода кот который здесь на обложке с которым мы будем сражаться. Ну это конечно такой просто очаровательный момент. Разумеется все лохимики любят котиков. Спасибо что посмотрели я надеюсь что игра по крайней мере не сильно меня разочарует потому что ни одной темой живы настольные игры важно чтобы еще механики были интересны игровой процесс был интересен а это сделать не так-то просто. В любом случае переходите на следующее видео оно обязательно будет не знаю какое либо сразу правило летсплей либо первые впечатления но что-то будет еще по этой игре потому что она мне предварительно очень нравится вот как бывает любовь с первого взгляда то вот здесь это то самое оно когда по первым буквально по нескольким кадрам игру захотелось свою коллекцию даже еще не понимая насколько она играбельная до встречи до встречи до встречи Продолжение следует...